Друзья, всех приветствую на своем канале. И в прошлом видеоролике я показывал, как делал модель Титаника с освещением. Кто этот ролик не смотрел, обязательно посмотрите. Ну а сегодня вы увидите, как я с этим Титаником делал диораму. Я получил очень много ответов на вопрос, какой лучший сюжет сделать с этим пароходом. И в конечном итоге решил, что лучшим вариантом будет сделать Титаник за секунду до столкновения с айсбергом. И постройку диорамы я начну именно с него. Для того, чтобы мне сделать айсберг, я взял три куска пеноплекса, скрепил их с помощью зубочисток, чтобы получить грубую форму. И потом начал все обтесывать с помощью ножа. Далее немного поработал кусачками для того, чтобы больше эту глыбу детализировать. И в итоге у меня получился вот такой вот результат. Далее беру текстурную пасту. В нее я добавил немного воды для того, чтобы она была более податливая. И наношу ее на поверхность, чтобы убрать щели и придать должный вид льдине. После того, как застыл первый слой, я убираю мелкие недостатки и приступаю к грунтовке. Для того, чтобы загрунтовать поверхность, я взял грунтовку, конечно же, белого цвета. А вот базовых слоя я буду наносить два. Первым слоем я нанес светло-голубой цвет, а уже поверх него я наносил белый. Сделал я это для того, чтобы айсберг не казался монотонным, а имел какой-то другой оттенок. После того, как базовые слои высохли, идут стандартные процедуры для того, чтобы айсберг сделать немного пообъемнее. С помощью акриловой краски, жидкоразбавленной водой, я сделал проливку для того, чтобы выделить все неровности. И потом просто нанес фильтр синего цвета. На этом работы с айсбергом завершены. Можно отложить его до полного высыхания. И теперь я приступаю к изготовлению подставки. За основу я взял кусок пеноплекса толщиной 5 сантиметров. И первым делом я сделал в нем отверстие для того, чтобы подвести свет внутрь Титаника. Отсек с батарейками, он же выключатель, я решил поместить в нижнюю часть диорамы. Потому что сомневаюсь, что я буду постоянно щелкать и пользоваться этой диорамой как светильником. Поэтому этот вариант был самым простым и доступным. Отверстие я залил клеем для того, чтобы через него не убежала эпоксидная смола. А для того, чтобы светодиоды надежно держались внутри модели, я их намотал на заранее вклеенный литник. Далее на гирлянде я сделал петли для того, чтобы подвести свет в верхнюю часть модели. И для того, чтобы там тоже все хорошо освещалось. После этого Титаник можно полностью собрать. Теперь необходимо позаботиться о том, чтобы свет исходил оттуда, откуда нужно. Поэтому все щели я тщательно промазываю клеем и прижимаю детали друг к другу. После склейки я подкрашиваю мелкие недочеты и на этом модель собрана. Теперь можно совмещать ее с основанием. Для этого снова беру текстурную пасту. Опять же добавляю в нее немного воды, а также клея. И наношу ее на всю поверхность пеноплекса. Конечно, на данном этапе можно было бы использовать и просто какую-то гипсовую смесь. Но тогда была бы большая вероятность того, что при заливке эпоксидки Титаник бы всплыл. Как это бы странно не звучало. Потому что у текстурной пасты клеящие свойства гораздо выше, чем у гипса. Паста будет застывать довольно долго. И в это время я сделаю некоторые доработки. Первым делом беру вату, с помощью которой я сделаю дым. Оторвал небольшой кусочек ваты и с помощью пинцета и пальцев придал ему форму. А для того, чтобы эту форму закрепить, я взял лак для волос с сильной фиксацией и нанес его на поверхность. Теперь дыму необходимо придать темный цвет. И так как аэрографом я не пользуюсь и у меня его, соответственно, нет. Для этого я буду использовать обычный пигмент. Просто кистью посыпаю его сверху и распространяю по поверхности с помощью нее же. С помощью ножниц обрезаю лишнее и на клей ПВА приклеиваю дым на положенное ему место. Далее беру тонкую нитку и с помощью нее делаю такелаж. Теперь можно приступать к созданию океана. Но прежде чем это сделать, поверхность я покрасил в синий цвет. В этот раз, чтобы сделать бортики для заливки смолы, я взял и отрезал куски потолочной плитки, потому что диорама достаточно большая и ничего больше не подходило по размеру. На них я наклеил сначала малярный скотч, а потом обычный скотч для того, чтобы края эпоксидной смолы были глянцевые. И все это дело я приклеил к основанию на клей ПВА и дополнительно зафиксировал иголками. Для того, чтобы все это было герметичным, все щели и стыки я промазал моделирующим гелем. Приступаю к замешиванию смолы. Ее понадобится достаточно много. Подкрашивать буду с помощью масляной краски. Сначала добавил немного синего, а потом желтого для того, чтобы оттенок был такой бирюзовый. Далее добавляю отвердитель и сначала перемешиваю в одной емкости, потом переливаю в другую и снова перемешиваю в ней, потому что отвердитель может остаться на стенках и это будет заметно на заливке. Теперь смолу можно заливать на диораму в равных частях по обеим сторонам корабля. Я вылил всю эту смолу. И по старой доброй традиции мои диорамы с использованием эпоксидной смолы не обходятся без приключений. И эта диорама не исключение из правил. Я переборщил с отвердителем и смола закипела и застыла раньше времени, а вместе с ней застыли и пузыри. Но несмотря на это смола застыла достаточно ровным слоем и по сути это было не сильно заметным. Мне всего лишь нужно было с помощью иглы проткнуть все пузырьки и залить их смолой, чтобы они были менее заметными. Теперь можно убирать опалубку за счет того, что я все проклеил скотчем, она не прилипла к эпоксидной смоле. Ну хоть где-то у меня что-то получилось. Далее с помощью острого ножа я убираю излишки смолы. На этом этапе уже можно приступить к декоративной части оформления диорамы. Края подставки я оформляю с помощью листовой бальсы, как обычно. Для того, чтобы все хорошо приклеилось, диораму я поставил на бок и сверху немножко нагрузил всяким. После того, как клей застыл, можно приступать к следующим манипуляциям. Я приклеиваю табличку, которая была в наборе вместе с моделью прохода. Далее я грунтую дерево и покрываю его черной глянцевой акриловой краской. Глянцевые краски, они всегда кажутся более насыщенными, чем матовые. Вот так выглядит моя диорама на этом этапе. И теперь я сделаю то, что полностью скроет все недостатки смолы. Нанесу на поверхность волны. Для этого использую, как всегда, моделирующий прозрачный 3D гель. Беру широкую плоскую кисть и тычковыми движениями аккуратно наношу на всю поверхность. Из-за того, что масштаб довольно небольшой, 1 к 700, необходимо сделать довольно частые волны, чтобы это смотрелось более реалистично. Выглядит уже неплохо, но необходимо нанести еще один слой волн. Первый слой это была просто рябь, а второй слой это будут те волны, которые, собственно, создает Титаник вокруг себя. Все-таки не стиральная машинка, а Титаник. Это люди. Маленькие люди. Очень маленькие люди. Прям вообще незаметные. Тут мне повезло, и диорама могла бы быть без людей. Я довольно долго мониторил сайты и ждал в наличии этих людей, пока их привезут. Ну, да, странно звучит, но это так. В единичном экземпляре, и я сразу же все это купил, и, соответственно, они будут на моей диораме. Самым частым комментарием был комментарий про Джека и Розу, и, знаете, это не моя прихоть поставить двух моряков на нос корабля. Диорама почти готова, и осталось дело за малым. С помощью губки, проволоки и шпажки я сделал спонж, и с помощью него я буду наносить пену. Для этого в палитру добавляю небольшое количество белой краски и просто спонжем промакиваю ее, а потом распространяю по поверхности. На первый взгляд может показаться, что пены слишком много, но напомню вам, это Титаник, а не стиральная машинка. И в тот момент он шел на полном ходу. И если посмотреть фотографии каких-нибудь пароходов, пассажирских лайнеров, то пены там очень много. На этом у меня все, вот такая вот работа получилась. Апрель месяц выдался для меня месяцем кораблей, а следующий месяц будет месяцем юбилея Дня Победы, и поэтому предлагаю сделать его месяцем диорам с танками. Чтобы их не пропустить, подписывайтесь обязательно на канал, оставляйте свои мнения, идеи, вообще что угодно в комментариях. Желаю вам продуктивного творчества и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok